Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» круглый год работает на благо всей планеты. Сборы в Тьмени проводят не только российские региональные команды, но и иноземные. На этих же трассах наши атлеты проверяют свои силы перед началом сезона. В эти выходные близ села Мичурина стартовал чемпионат страны по летнему биатлону. Ранним утром на трассу «Жемчужины Сибири» вышли девушки. С тренерского мостика за спортсменками пристально следил наставник национальной команды Анатолий Хованцев. «Команда будет отбираться именно по спортивному принципу. Не исключено, что кто-то из регионов, кто готовился с регионами, попадет в команду. Выключительный этап, который будет на снегу, перед выездом на Кубке мира, мы озвучим здесь на тренерском совете, сейчас я его упреждать не буду, но спортивный принцип будет сохранен». Оттого интереснее пройдет летний чемпионат России, за которым в прямом эфире можно будет наблюдать на сайте asnta.ru. Проверить свою физическую форму на данном этапе подготовки к сезону живают все. Особенно спортсменки, находившиеся в расположении национальной и резервной команд. «Сложно судить по контрольным тренировкам, которые проходили летом. Для меня они всегда проходят сложно и не очень удачно. По сравнению с собой, наверное, да, динамика есть». «Стрельба более-менее наладилась вроде, не сглазить бы. Но пока тяжеловато, только разбегаемся, не очень много скоростных делали этим летом. Поэтому еще скорости нужно набрать, поэтому где-то там 3,5 может быть, с пяти». Но то ли еще будет. До зимы есть время потренироваться и набрать то, чего не хватает. Тем более, что по итогам четырех месяцев на посту главного тренера национальной команды Анатолий Николаевич уже может подвести определенный итог проделанной работы. «Есть хорошая динамика по прохождению последнего тренера, где у нас был запад именно по скорости. Здесь мы можем отметить то, что сдвиг есть, но это только в контрольных стартах, которые проходили внутри команды. Вот сейчас интересно то, что будет здесь. А так по этим сборам, которые прошли, сдвиг позитивный есть». С этим позитивом девчонки на официальные тренировки не расставались. Хотя по лицам биатлонисток национальной команды было заметно, что за их плечами тяжелая работа на сборах. «Надо не забывать, что, например, мы приехали после тренировочного мероприятия полноценного, то есть 20 дней от работы, и, конечно, немного, так скажем, утомления присутствует у девчонок, по ним видно, но это как такой небольшой контрольный срез и как развивающая скоростная работа, именно провериться перед окончательным этапом предсезонной подготовки уже что-то дошлифовать в оставшиеся месяцы». Следом за девчонками провели официальную тренировку и мужчины. Запредельное желание посостязаться на чемпионате страны и показать достойный результат двигал по дистанции, подающего надежды победителя первенства мира в Чехии Вячеслава Малеева. «После чемпионата мира немного отдохнул, сейчас потом начал заново тренироваться. В принципе, по контрольным тренировкам был в неплохой физической форме, иногда немного стрельба подводила, когда с ветром не мог немного справиться, когда сам. Так, в принципе, вроде в оптимальной форме, интересно будет пробежать с мужским возрастом, посмотреть, как и где буду находиться». Открылись состязания по летнему биатлону «Спринты». Они состоялись в субботу. Эстафеты прошли сегодня, а 25 сентября чемпионы России определятся в индивидуальных гонках. «Это, наверное, большая контрольная тренировка, потому что, конечно, мы готовимся к зиме, но при этом не нужно относиться халатно к этому, ко всему, потому что все готовятся, и сейчас все на одинаковом этапе подготовки, поэтому сравниться стоит работать и стоит напрягаться».